Меня зовут Александр Демидов, я работаю в компании 1С Битрикс и большей частью занимаюсь архитектурой всех наших облачных сервисов и администрированием, эксплуатацией, развитием нашего сервиса Битрикс24. Доклад у меня называется «Админ, спид, служба идет». Вообще все о системах мониторинга, но вся наша конференция называется «Выше облаков». И мы с вами поговорим о том, как это делать эффективно, максимально качественно, не спать, конечно, а обслуживать все наши IT-инфраструктуры. По большому счету задача каждого системного администратора – это добиться того, чтобы пользователи не видели долгой загрузки страниц сайта или сервиса, и чтобы в конечном итоге они не видели вот таких вот картинок, которые бы у них возникали. Во многих компаниях, к сожалению, или нет квалифицированных системных администраторов, или эти роли выполняют люди, которые не имеют достаточной квалификации, зачастую совмещая роль разработчика и админа, тестировщика и админа. Если кто-то знает такой вот сериал IT-краут, там сотрудники техподдержки, их любимым методом решения было сказать, пробовали выключить и заново включить, может быть оно заработает. Это такой вот самый плохой пример системного администратора. У хорошего, правильного системного администратора есть настроенная система мониторинга, есть регламент работы с алертами от этой системы мониторинга, они занимаются резервным копированием, прогнозируют рост системы, ну и так далее. Есть одна проблема. Если случается какая-то беда с сайтом, которая вне зоны их компетенций, то они думают, ну проблема не на нашей стороне, и хорошо, наши все системы работают, но если есть ошибка в коде у разработчика или проблема в сети, в канале между, собственно, сайтом и клиентом, они говорят, ну это вне нашей компетенции, что нам делать, мы ничем вам помочь не можем. А сайт не работает, клиенты ваши страдают. Есть сейчас такое модное словечко девопс, кто его слышал, кто знает, что оно означает. Я вот, например, над этим термином очень долго думал и пытался в голове уложить, ну кто это такой девопс, это такой спецназ супермен, который и кодить умеет, и код сидит, пишет, и за серверами следит, и тестировщик. Ну нет, не может такого быть. Либо это действительно супермен какой-то, либо это человек, который некачественно делает все эти задачи. На самом деле, конечно же, нет. Нет таких вот универсальных бойцов, которые делают все. Это скорее методология, когда системный администратор компании, разработчик компании, тестировщики работают взаимодействуя очень тесно, когда разработчики, админы вместе участвуют в процессе диплоя, когда тестировщики понимают особенности вашей архитектуры, сети, всего прочего, и они работают максимально плотно и максимально тесно, при этом обеспечивая максимальную скорость выкатывания обновлений, реакции на те или иные проблемы. И однажды я увидел картинку, на которой пересекаются не только вот эти три кружочка, разработка, тестирование, эксплуатация, а куда еще добавляется четвертый, когда добавляется понимание бизнеса компании, понимание проблем и вопросов пользователей. И получается, что это некий такой уже не просто системный администратор, а человек, которому глубоко не все равно, что происходит вообще в принципе с вашей компанией, с процессами в вашей компании, который глубоко переживает за происходящие процессы, искренне любит продукт, который он делает и обеспечивает комфорт пользователей. Он уже не мыслит категориями только возникающих ошибок. Он, в общем, искренне переживая за компанию, понимает, что на неработающем сервисе, проекте компания теряет деньги, не получая заказы, в холостую выкидывая рекламное объявление, рекламную компанию, понимая, что сайт падает в результатах поиска, и мы тем самым теряем еще и аудиторию, приходящую из поиска. А самое главное, он понимает, что такой проект, такой сайт теряет доверие пользователей. И это, наверное, самое главное, что проект терять не должен. Собственно, мы сейчас с вами и будем дальше говорить о том, как нам заранее предугадать наши возможные форс-мажоры и как нам действовать для того, чтобы у нас их было как можно меньше. У нас в компании вообще по большому счету, можно сказать, такой культ мониторинга. То есть мы мониторим вообще практически все. У меня лично, если мы запускаем какой-то новый сервис или новый сервер, пока его на мониторинг не поставили, мы не запустили его в эксплуатацию, считаем. Мы с вами не будем сейчас говорить о том, как просто детально настроить, прописать какие-то конфиги. Это было бы, наверное, не очень интересно, достаточно скучно. Мы попробуем с вами поговорить об общих принципах и подходах, как быть такими смарт-админами, как систему мониторинга использовать максимально эффективно, максимально полезно и максимально удобно для нас самих и для наших же пользователей. Вот у нас, например, у самих в нескольких системах мониторинга сейчас несколько тысяч тестов. Они покрывают, наверное, все, что только можно, все, что может влиять на нашу систему. И при этом мы обеспечим достаточно высокий оптайм наших сервисов. Значит, для начала поговорим просто о нескольких базовых принципах. Искренне считаем, что лучше использовать какие-то известные, а не самописные решения, Nagius, Zabix, MUNIN и так далее, для того, чтобы максимально легко и просто было эту систему поддерживать. Если вы напишите какую-то собственную систему, вы, наверное, немножко чувство собственного достоинства в собственных глазах поднимете. Вы будете считать себя крутым специалистом, который написал систему мониторинга, но развивать, поддерживать ее, масштабировать на большое количество специалистов ее будет сложно. То есть каждому надо будет вникать в нее с нуля, писать к ней плагины будет сложно, а к известным системам полно уже и плагинов, и документации, эксплуатировать ее легко. Дальше с ней, с этой системой мониторинга, конечно же, нужно работать. Ее нельзя просто запустить, внедрить, и потом при каждом аварийном случае лихорадочно искать логин, пароль к этой системе мониторинга. Она у вас должна регулярно просматриваться, вы должны получать из нее уведомления, ну и вообще с ней, по сути, работать. Мониторить вы должны все, что у вас влияет на работоспособность вашей системы. То есть, когда вы просто запустите какую-то систему мониторинга, любую базовую, там будет базовый набор тестов на процессор, какие-то процессы в операционной системе и так далее. Но вы, по большому счету, должны составить чек-лист, что может повлиять на доступность вашего сайта или сервиса для ваших клиентов. И если каких-то проверок, плагинов не хватает, может быть, написать их самим или установить какие-то распространенные решения. Делать это аккуратно, потому что если вы все-таки будете бездумно, включите все-все-все плагины, включите на них все уведомления, у вас будет просто непрерывный поток уведомлений, на которые вы просто перестанете реагировать, и система станет такой же бесполезной, словно бы ее и не было бы. Какие-то вещи, которые вы знаете, как решаются, и регулярно решаются одним и тем же образом, старайтесь всегда автоматизировать, писать какие-то скрипты, которые решают все за вас. Ну и в идеале нужно иметь распределенную систему мониторинга, потому что если она у вас выйдет из строя, она будет молчать и никаких авариях вам не скажет, вы сами об этом можете узнать слишком поздно, когда вы уже начнете терять деньги и посетителей. Поговорим обо всех этих пунктах немножко подробнее. Как я уже сказал, вам нужно составить достаточно большой чек-лист, потратить какое-то время на то, чтобы понять, какие у вас точки в системе уязвимы. Просто в принципе осознайте, что ваша система хрупкая и неустойчивая. Вот любая вещь, которая может выйти из строя, когда-нибудь у вас выйдет из строя. Это может быть оборудование, это может быть сбой в операционной системе, это может быть баг в софте, это может быть баг в вашем решении, это могут быть проблемы сети между вами и вашим клиентом, это могут быть, не знаю, у вас может быть разделегирован домен, вы не уследите за этим, и ваш сайт будет там сутки-двое недоступен для вашего клиента. Просто смиритесь с этим, ну и начинайте действовать. Обозревайте все эти точки, которые могут быть у вас уязвимы. Для мониторинга оборудования используйте стандартные какие-то утилиты, которые выдает операционная система по состоянию жестких дисков, по состоянию рейдов. Если у вас какое-то используется специфичное оборудование, зачастую есть утилиты вендоров, которые выдают какие-то метрики, которые вы можете использовать и выводить в ту же самую систему мониторинга. Это позволит вам быстро реагировать на возможные сбои, и если вы будете собирать по этим данным некую аналитику, вы всегда сможете подготовиться, иметь некий резерв по запасным частям для серверов, по серверам. Вы можете прогнозировать, когда у вас та или иная вещь выйдет из строя. По сети. Опять же, собирайте метрики сетевых интерфейсов, загруженность каналов, стабильность каналов между вашими серверами, между клиентскими серверами. Иногда этого может оказаться мало. Реальный кейс из нашей практики. Мы настроили мониторинг сети, все вроде бы было хорошо, но на отдельных серверах видели, что-то идет не так. Стандартные все тесты все показывали хорошо, и эмпирическим путем мы поняли, что проблема с сетевым интерфейсом, с его пропускной способностью. Мы в итоге настроили мониторинг через стандартный инструмент, через спид-тест. Многие кто-то из вас им пользуются, на мобильном телефоне, на своем компьютере, чтобы проверить скорость своего канала. У нас была обратная задача, нам надо было сделать так, чтобы наш сервер выглядел как будто это клиент. Оказалось, что есть прекрасные консольные клиенты для спид-теста, которые работают точно так же, но только из линуксовой консоли, и к ним поверх этих консольных клиентов есть стандартные плагины для многих систем мониторинга, которые можно настроить, и ваш сервер будет проверять, связанный с разными серверами по миру, с разными точками, которые вы сами выберете, и будет показывать вам скорость пинга на них, аплоуда, даунлоуда. Мы поставили такие тесты на все сервера в нашей инфраструктуре, нашли несколько серверов, у которых реально была проблема, связались с нашим хостером, и он сказал, да, действительно, у нас есть проблема с сетевыми интерфейсами на этих серверах, буквально за считанные минуты, часы исправили, сказали, да, проблема решена, и у нас все стало работать хорошо и предсказуемо. Эту проблему без этого теста мы бы не нашли. Мы ее нашли случайно на одном из серверов, решили проверить по всем, оказалось очень полезно. Дальше, по операционной системе все стандартно, мониторим скорость, мониторим загрузку процессора, потребляемую память, место на дисках, если у нас место на диске кончится, у нас процессы не смогут писать логи, начнутся ошибки, ну и так далее. Все вещи достаточно стандартные, но обязательно прописываем. Дальше, тесты для разного вашего специфичного софта. Если у вас есть какие-то демоны в системе, которые должны быть запущены обязательно, должно быть их определенное количество процессов, просто мониторим количество этих процессов, потребление памяти этими процессами, потребление процессорного времени ими и выводим это все в систему мониторинга. Дальше, мониторинг базы данных. У нас, может быть кто-то из вас знает, есть компетенция системного администрирования. Некоторые компании, партнеры, кто считает, что они эту компетенцию могут получить, приходят у нас, одно из условий получения этой компетенции, это сдача очного экзамена. Либо в онлайне, через скайп мы собеседуем человека, либо лично встречаемся, если есть возможность приехать к нам в офис. Эти экзамены чаще всего провожу я и зачастую задаю вопрос, какие специфичные вещи для базы данных вы мониторите. Люди говорят, ну мы мониторим доступность базы для MySQL на порту 3306. Я говорю, дальше. Ну все. Я говорю, ну и теперь представьте, вы мониторите доступность базы и узнаете о том, что она у вас уже упала. И это уже авария. И вам нужно разбираться с этим. Хотя вы могли бы собрать очень много внутренних разных метрик, начиная с количества клиентов подключенных, количества медленных запросов, если используется репликация, отстает она или не отстает. Если используется и на DB, это количество запросов, попадающих в буфер пулы, эффективно выполняющихся. И мониторить эти внутренние разные метрики, вы бы могли заранее узнать, что становится, начинает идти что-то не так, и вы бы могли аварию предупредить. Поэтому старайтесь мониторить больше вещей. Один из самых интересных моментов, если мы поставили просто систему мониторинга и мониторим вещи, которые идут стандартно в поставке, то мы упускаем какие-то нетипичные вещи. Вот то, что я говорил, мониторинг, делегирование доменов, подобных вещей, все это можно завести в систему мониторинга и на такие вещи реагировать. Например, наличие бэкапов, что у вас успешно эти процессы выполняются, что они у вас в принципе есть. А баланс у провайдера с смс-уведомлениями, мы его отдельно мониторим, чтобы знать, что у нас есть деньги на счету, и мы всегда получим уведомления об алертах. Срок действия ссель-сертификатов, отсутствие во всяких разных каких-то рейстрах или блок-листах, это у нас актуально, например, для почтовой системы. Мы отдельно мониторим, что наши IP-адреса не присутствуют в каких-то блок-листах, и что наша почтовая система успешно работает, и почтовые какие-то уведомления не блокируются у наших пользователей, ну, по крайней мере, самыми распространенными почтовыми блок-листами. Например, если у кого-то сайт работает по HTTPS, у многих, кстати, по HTTPS работает, ну, или хотя бы какие-то отдельные разделы, используйте обязательно, потому что разделы, как минимум критичные к пользовательским данным, это различные авторизации, какие-то там персональные разделы, иногда весь сайт сейчас уже переводят на HTTPS, потому что, в принципе, ну, общая тенденция такова, то есть раньше были слухи, что, например, Google лучше их ранжирует, сейчас просто, в принципе, насколько я понимаю, с 1 января Chrome просто сайты, которые работают без HTTPS, будут помечаться как там потенциально небезопасные. А если у вас прекратит действовать ваш SSL-сертификат, клиенты к вам, ну, скорее всего, просто не пойдут, у них будет вылезать предупреждение, что сертификат истек, ну, смелые и решительные нажмут кнопку игнорировать и на сайт пойдут, а большинство подумают, что сайт сломался и с вашего сайта уйдут. Вы можете просто так же там стандартными тестами поставить мониторинг срока действия SSL-сертификат и получить уведомление там за месяц, за неделю и не забыть его пропустить. То же самое про делегирование домена. Казалось бы, ну, не пропустим мы его, пропустим, все равно пропустим. И маленькие компании, у которых домен зарегистрирован на какого-то отдельного человека, и большие компании. Вот, например, Yulmart, один из крупнейших интернет-магазинов в России. Пару лет назад реально забыли, пропустили срок его делегирования. Сутки домен не работал. У них оборот на тот момент был такой, что за сутки у них оборот был около миллиона долларов. Они их банально потеряли, потому что пользователи не попадали. Они мгновенно оплатили, но обновление данных в Хуизе, обновление DNS серверов, все это порядка суток занимает. Ставите простой мониторинг, дергая те же данные из Хуиз, и получаете уведомление за месяц, за неделю о том, что пора оплатить. Чем это лучше, чем стандартные уведомления от регистратора? Они приходят на один e-mail, на кого домен зарегистрирован, и почта может не дойти, потеряться, человек может уволиться. А здесь система мониторинга, с которой есть регламент работы, которую уведомление получают несколько человек, скорее всего, вы это все не пропустите. Даже если вы напрямую не торгуете с своего сайта, банальные репутационные риски, компания ТНК тоже достаточно большая, тоже в какой-то момент забыли и не проплатили свой домен. Дальше. Мониторинг работы приложений. Как я уже говорил, там наличие бэкапов. Мы как мониторим. Это у нас отдельный самописный скрипт, он ведет два лога работы. У него в STD-out пишется просто протоколовая работа, в STD-R его пишется сообщение об ошибках. Мы мониторим две вещи, что лог работы ошибок должен быть пустым, а лог работы стандартный должен регулярно обновляться. Если он старее, чем сутки, значит он по каким-то причинам не сработал. Получили аллерс и пошли проверили. Тем самым у нас всегда есть гарантия того, что у нас свежий бэкап с вами есть. Далее. Мы можем мониторить какие-то бизнес-метрики. Прекрасный кейс для интернет-магазина. Если вы знаете, что у вас там в течение часа всегда приходит например 10 заказов, то вы можете сделать очень простую выборку и проверять, что если у вас в течение часа 10 заказов нет, что-то сломалось. Потому что вполне может быть ситуация, что у вас все прекрасно с точки зрения инфраструктуры. Сервера работают, нагрузки нет, все прекрасно. Но разработчики выкатили какой-то новый код, в котором что-то сломали и вы не видите это стандартными инструментами. Сайт доступен, но не проходит именно заказы. Или у вас сломалась интеграция с платежной системой. Простая выборка по количеству заказов показывает, что у вас магазин именно с точки зрения клиента и вашего бизнеса живет. Мы конкретно у себя в Bitrix24 например мониторим количество регистраций. У нас достаточно это важная характеристика. Мы мониторим регистрации по разным регионам, по разным зонам, по UA, по BAY, по RU, DE и так далее. Мониторим, что у нас нет ошибок этих регистраций. Очень простыми выборками, но все у нас в одной панельке на экране. И я зачастую сам вижу, как мы иногда с нашим отделом маркетинга друг друга обгоняем. В чат мне приходит сообщение «Саш, посмотри, пожалуйста, у нас не сломались регистрации, мы по Google Аналитике видим провал». Я ему говорю «Сломались, и мы их уже починили». То есть на такие вещи мы реагируем быстрее, чем те, кто, собственно, инструментом пользуется. Это очень важно, очень полезно. Как работать с уведомлениями? Мы не пользуемся стандартными инструментами, которые есть в системе, которые шлют по одному алерту на каждое событие, потому что когда у вас метрик, который вы начинаете мониторить, становится сотни или тысячи, то вы получаете столько уведомлений, что вы просто перестанете с ними работать. Если вы получите по одному сообщению на каждую проблему, это будет сотни алертов, и вы на них реагировать не будете. Мы регулярно просто опрашиваем страницу с сообщениями об ошибках с алертами и выдаем некий дайджест, который высылаем в одном сообщении. Мы обязательно шлем смс, а не имейл, потому что почта это негарантированный инструмент доставки, она может не дойти. Тем более, если это такое сообщение вам придет в три часа ночи, вы, скорее всего, на легкий звоночек в телефоне о том, что пришло новое письмо, просто не отреагируете. Мы обязательно шлем смс. Более того, мы стараемся слать, у нас несколько человек работают с системами мониторинга, и оно, с одной стороны, так совпало, но в итоге мы поняли, что очень хорошо совпало. У разных людей разные операторы у телефонов, и иногда реально канал доставки на определенных операторов не работает, но доходит до других, и мы эти сообщения обязательно получаем. Иногда мы знаем, что вот это событие, оно, например, терпит до утра, и по нему алерт в три часа ночи можно не слать. И у нас специально настроено, что есть критичные сообщения, которые приходят всегда, круглосуточно, независимо ни от чего, есть события некритичные, которые в ночное время и в выходные нам не отправляются, на них спокойно можно отреагировать днем. Тем самым охраняем сон системного администратора, и в три часа ночи ему лишнее сообщение, на которое вполне спокойно можно отреагировать утром, мы не отправляем. Разные адресаты по разным сервисам, то есть мы, например, знаем, что на какой-то сервис у нас реагирует только определенный человек, это полностью в его зоне ответственности, в его компетенции, нет никакого смысла послать алерт сначала системному администратору, который посмотрит, ага, так, это об этом, возьмет трубку и потом человеку перезвонит. Ему можно сообщение послать напрямую, это будет ровно та же самая эффективность, а мы это все сделаем быстрее. И мы ведем разные списки для разных сервисов с разными номерами телефонов. Сообщение мы обязательно повторяем, потому что бывает такое, что по тем или иным причинам сообщение мы пропустили. Реально спали, не проснулись, или отвлеклись, не отреагировали, через 15 минут, а потом еще и через 2 часа, через час мы повторяем сообщение, если мы проблему не исправили. Возможность проверки прямо из SMS. Это такой интересный, смешной случай. Мне все сообщения о недоступности наших сайтов или порталов битрикс24, раньше у меня телефон был айфон, и он автоматом сам парсил сообщение, и каждая ссылка сразу становилась ссылкой. Я мог прямо из SMS киткнуть, проверить, реально сайт не открывается или это какое-то ложное срабатывание. И мой коллега один говорит, как ты всегда так быстро реагируешь? Я потом понял, что у него был Android, который не все ссылки парсил, и приходилось открыть, либо скопировать сообщение из текста, скопировать его в браузер, посмотреть, открывается или не открывается. Обнаружил это сам, перейдя на Android. Говорю, блин, как же неудобно, давай сделаем, чтобы у нас формат уведомлений был другим, чтобы оно сразу приходило с ссылками, парсилось, и мы сразу из SMS могли проверять. Мелочь, но реально очень удобно. Вы очень быстро реагируете, проверяете, понимаете, действительно требуется какое-то действие или какое-то там было ложное срабатывание. Ну и в ответ присылаем окей, если у нас все нормализовалось само. Как оно может нормализоваться, мы сейчас поговорим с вами дальше. Прекрасная фраза, зачем наступать на одни и те же грабли, если вокруг полно новых. По большому счету, если у системного администратора пришел какой-то алерт, он у него должен прийти ровно один раз. Он должен найти суть проблемы, исправить ее и сделать так, чтобы проблема не повторялась. Ну, то есть, какие-то могут быть варианты. Например, у нас кончается место на разделе с логами. Ну, нужно посмотреть, либо реально нужно увеличивать диск, либо, может быть, хранить логов можно там не за 10 дней, а за неделю. Либо, может быть, они не сжимаются, и тогда надо включить компрессию, они будут сжиматься, и у нас не будет там раз за разом приходить сообщение, что нужно почистить место на диске и проблему как-то решать. Иногда бывает, что мы поставили пороги срабатывания по умолчанию, и они у нас слишком сильные. То есть, например, мы получаем уведомление, что у нас осталось 30% свободного места на диске, а это, например, выше крыши. Мы просто можем подвинуть пороги для получения алертов. Иногда бывает, что проблема не решается, но мы выполняем все время одни и те же действия для ликвидации последствий. Например, какой-нибудь сервис, который сбойный, старый, кривой, его надо бы по-хорошему переписать, и единственный вопрос, единственный вариант решения, его просто там рестартуем постоянно. Есть практически во всех системах мониторинга инструменты для автоматизации таких действий. Конкретно у нас, что мы так делаем? Мы, например, автоматически масштабируемся горизонтально по сервисам, когда у нас начинается рост нагрузки. Мы рестартуем сбойные сервисы, мы удаляем проблемные машины из кластера, если требуется долго с ними разбираться. Переключаем трафик между дата-центрами, если происходит большой сбой. Конкретно у нас в Nagius есть понятие ивент-хендлеры, в других системах, я уверен, есть тоже. По большому счету, как она работает? Алерт, который срабатывает, который у вас описывается, он может не просто вывести картинку, что случилась авария, но он еще может вызвать определенную команду, которая выполнится, либо локально, либо на том хосте, где сработала эта проверка. И вот банальный, реальный, живой пример. У нас есть один сервис, который мы знаем, что надо отрефакторить, знаем, что его надо обновить и софт на нем обновить, но мы знаем, что вот сейчас у него при большой нагрузке часто срабатывает там сегментейшн фолд, там старые версии ПО, которые просто так безболезненно обновить пока не получается, поэтому у нас есть вариант, что мы мониторим лог, если видим, что там сработал сегментейшн фолд, то просто автоматом этот сервис рестартуем и все продолжает работать. Нам не надо встать в три часа ночи и выполнить тупо руками те самые команды, которые может выполнить скрипт. Бережем собственное время, собственные нервы и собственный здоровый сон. Этот слайд я поставил. Раньше я говорил, что даже если у вас нет системного администратора, используйте какие-то внешние системы, хоть как-то они помогут. И у нас в России есть такая конференция Highload. Сейчас есть Highload Junior, Олег Бунин ее регулярно организовывает. И вот на последнем Highload Junior мы, готовясь к похожему докладу, обсуждали, и говорили, а как вы действуете, если вот у вас ну все-таки вышла из строя система мониторинга? Может такое быть? И реально у нас там один раз такое было. Использовать нужно какую-нибудь внешнюю систему, хоть простой скрипт, который стоит вообще совершенно вне вашей инфраструктуры, который вас все равно от этого подстрахует. Банально скрипт, который по HTTP запросит там страницу вашего сайта, 200 окей, получили, хорошо, не получили, прислали смс-ку даже в обход системы мониторинга. Это такая некая еще одна подстраховка, которая вам поможет, если сам мониторинг выйдет из строя. Это мы с вами говорили о системе real-time мониторинга. Но помимо real-time у вас обязательно должны быть графики, чтобы вы могли понимать в динамике, что происходит с вашей системой. Растет ли в течение дня нагрузка, в течение недели? Выросла ли органически нагрузка, количество ваших пользователей, посещаемость в течение месяца? И что вам нужно предусмотреть и делать? Некоторые системы совмещают в себе и функции real-time мониторинга, и графики. Некоторые нужно ставить отдельно, но это обязательно у вас должно быть. И по большому счету вы должны покрыть графиками ровно все те же самые вещи, которые у вас мониторятся и в real-time. То есть это в базе данных количество запросов, количество медленных запросов, количество коннектов в базе данных. Вы будете смотреть и видеть, что у вас происходило в динамике. У вас, например, может алерт не прийти, потому что порог верхний не сработал, но вы утром посмотрели графики например за ночь, за предыдущий день, увидели какую-то аномалию и уже ретроспективно провели анализ, что происходило, что вызвало это изменение стандартного поведения, предприняли какие-то меры. Самый яркий пример, если настраивают какую-то систему, часто оставляют настройки по умолчанию, прописывают какие-то свои специфичные вещи. Например, для веб-сервера, для Apache по умолчанию 256 процессов. Это очень много, потому что если эти настройки по умолчанию оставить, это значит максимум будет 256 коннектов, они все съедят память, они все обратятся к базе, та тоже съест память, и у вас начнется общая деградация системы и производительности. Если включены графики, вы можете увидеть, что потребление памяти начинает расти, можете заранее это спрогнозировать во время нагрузочного теста, если проводите его перед запуском системы, и просто банально, если забыли изменить эти настройки, настроить там под себя, сделали это, и в продакшене уже таких вещей не получили. То же самое по дисковой системе, если увидите, что по графикам, что диск у вас приближается к стопроцентной утилизации, какие варианты? Либо у вас реально медленный диск, и вам вместо там SAS, SATA, нужно SSD, если его нету, или у вас уже нагрузка на сервис такая, что все, у вас скоро наступит предел, то есть вы пока еще работаете, но скоро вы возросшую нагрузку обслуживать не сможете, и вам нужно там, может быть, масштабироваться, может быть, пересматривать логику, архитектуру, еще что-то, вы работаете на упреждение. И помимо систем мониторинга, которые есть у вас, очень важно поговорить о том, как видят все-таки реально клиенты в ваш проект. Это та часть, которая касается клиент-сайт. Здесь вещь специфичная именно для наших проектов, для проектов, реализованных на 1S Bittrex на управление сайтом. У нас есть встроенный в систему инспектор сайтов, который смотрит на ваш проект глазами реальных посетителей. Мы собираем метрики JavaScript через Navigation Timing API в JavaScript время, сколько уходит на connect, на передачу по сети, на рендеринг страницы, и тем самым видим, если даже мы покрыли мониторингом все наше серверное оборудование, весь код, все остальное, мы видим реально, как рендерится страница уже непосредственно у клиента. И если видим какие-то проблемные места уже, например, на клиентской стороне, например, долгий рендеринг в JavaScript, то тоже можем это исправить. И в последнем релизе этого инструмента мы сделали прекрасную штуку. Мы видим скорость передачи, скорость отдачи страниц у разных клиентов по разным регионам. У многих администраторов мы решили огромную головную боль, когда им клиенты, например, жалуются, что сайт работает медленно. Они смотрят по мониторингу, все прекрасно, проверяют сами, все прекрасно. Вот по этой картинке они могут видеть, что вот сервер их расположен в каком-то определенном месте, все клиенты, которые рядом с сервером, получают страницу быстро, а те клиенты, которые далеко от сервера, получают страницу медленную, и они однозначно могут сказать, что проблема в сети. И если клиентов там меньшая часть, ну, наверное, неизбежно тут сделать нечего, просто объясняем, вот такова особенность проекта, у вас, к сожалению, будет работать медленно. Если наоборот, основное ядро клиентов далеко, то есть, например, в случае с Россией, например, клиент работает на Дальний Восток, но выбрал какого-нибудь популярного хостера, у которого сервера в дата-центре в Москве. У всех грузится медленно, потому что сервер далеко. Это повод задуматься и перенести всю свою архитектуру ближе к клиенту, выбрать, может быть, какого-то хостера менее известного, но который будет локально ближе к посетителям, к основной аудитории и решить проблему передачи данных конкретно для данного региона. Мы собрали все инструменты, мы настроили систему мониторинга, мы знаем, как смотреть глазами клиента, и тут нам важно теперь понимать в тот момент, когда у нас все-таки мониторинг наш срабатывает и алерт нам приходит, как на него отреагировать быстро. Потому что если у нас случилась какая-то авария и в этот момент мы поняли, вот теперь я готов с ней бороться, разбираться, открывать мануал и читать, что же означает это ошибка, если у нас сломалась, например, репликация, как же она чинится, то исправлять ошибку в течение часа-двух это недопустимо, это очень долго. У вас должны быть заранее подготовлены все инструменты, с которыми вы будете работать, если тот или иной алерт у вас пришел и сработал. У вас должны быть включены логи обязательно, логи ошибок и логи доступа. По логам ошибок вы, кстати, можете включить дополнительный мониторинг и смотреть количество ошибок, то есть определить процент, который вы считаете допустимым, и выдавать алерты, если видите ошибок больше, чем этот процент. Но логи включены всегда, потому что это, наверное, первое, с чего вы начинаете проблему исследовать. Логи доступа с обязательно включенным таймингом. То есть что Apache, что NGINX, что PHP, FPM позволяют включить в лог время обработки запроса. И потом по анализу этих логов вы можете видеть, какие страницы отдавались медленно, когда они начали отдаваться медленно, при каких условиях они начали отдаваться медленно. Помимо логов, включенный у Apache сервер статус, лог медленных запросов, включенный у MySQL, и какие-то вещи более специфичные для разработки, а не для администрирования, но тем не менее, все равно вы используете в своей работе. Это включенные специфичные инструменты типа PINBX, HEPROF, которые позволяют профилировать уже отдельные запросы и смотреть, что происходило в системе. Помимо этого, обязательно учиться и тренироваться не во время аварии, а вообще достаточно регулярно разбирать какие-то типовые проблемы, как можно решать стандартными инструментами операционной системы. Буквально несколько месяцев назад мы нашу команду эксплуатации расширяли и набирали новых людей, которые у нас занимаются системным администрированием всего нашего хозяйства. Один из стандартных вопросов там был, что вы будете делать, если вот прямо сейчас вам жалуются, что сайт тормозит, работает медленно. Вы проверяете, открываете страницу, действительно она грузится там 10, 20, 30 секунд. Что вы будете делать? Разные были ответы, там самые смешные, реально правильные ответы, люди понимали, что там можно запустить недстат или лсофт, то есть может быть процесс обращается к какому-то внешнему ресурсу, употребляли страшные слова типа стрейс, гдб и так далее. Несколько человек мы взяли, они работают, и вот происходит реально такая ситуация, когда он нас начинает тормозить на один из собственных наших сайтов. Я говорю, ребята, вот время воспользоваться теми инструментами, про которые вы знаете, которые вы говорили, как работают, берем и проверяем. То есть нужно не смотреть на проблему, как случился какой-то кошмар, катастрофа, и вы не знаете, как с ней действовать. Надо смотреть на нее, уже понимая, как вы будете ее разбирать и решать, чтобы делать это максимально быстро. Ну и резюмируя, можно сказать, что если вы все эти, в общем, рекомендации, практики выполняете, ваши проекты, сайты будут работать быстро, вы всегда будете, ну, знать, как проблемы решать, и у вас будут уже выстроены процессы работы с любыми вашими проблемами. Но самое главное, это работа именно в команде, то, с чего мы начинали, это эффективное решение проблем, ну и любить всех ваших клиентов, любить тот продукт, который вы делаете. Тогда у вас все будет получаться, и все будет хорошо. Мы не затронули в этом докладе огромное количество вопросов, которые вообще, в принципе, касаются администрирования, там, бэкапа, масштабирования, все остальное, затронули исключительно тему мониторинга. Но в целом, если у вас возникнут подобные вопросы, вы можете подходить ко мне в кулуарах в течение дня, я вам с удовольствием отвечу, потому что это непосредственно моя тема, а конкретно по этому докладу, еще раз напоминаю, вопросы в мобильном приложении. И теперь я наздеваю шапочку модератора или передаю ее Юре, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы, спасибо. Вопросы, спасибо. Спасибо.